Так, ну что, давайте начинать. Собственно, в прошлый раз мы остановились на определении многогранника, вообще говоря, Ньютона, но теорема равно 2, это будет многогранник Ньютона, и была анонсирована теорема, что если наш многочлен, он на самом деле не просто многочлен, а он участвует в неком автоморфизме, т.е. существует автоморфизм, который x, y переводит в какое-то многочлен F от x, y, и y, соответственно, переводит в многочлен G от x. Ну, во всякий случай я скажу, что это эквивалентно тому, что если вы берете многочлен от x и y, то получается ровно то же самое, когда вы берете многочлен от F и G. Это просто эквивалентно тому, чтобы сказать, что это будет автоморфизм. Ну, потому что x тогда выражается как многочлен от F и G, значит, x так и. Так вот, была у нас именно теорема, что если F это многочлен, который участвует в этом автоморфизме, то тогда многоугольник Ньютона не абы какой, а он является обязательно треугольником, и этот треугольник у нас довольно хорошей формы, т.е. он треугольный треугольник с двумя сторонами по осям кардинок, и он наклонен так, что его две стороны относятся как целое число M. Собственно, давайте мы будем приближаться к этой теореме, но для начала нам нужна еще одна большая техника, а именно давайте посмотрим на то, что называется дикобианным дифференцитом. Вообще говоря, это можно делать не только в случае двух переменных, а в случае большего количества переменных. Давайте я в общем случае введу его. Берем кольцо многочленов от этого перемене, как x1, x1, и рассмотрим следующую штуку. Выберем N-1 многочлен F1, которая Fn-1. А тут я поставлю точку. Ну что имеется ввиду? Имеется ввиду, что вместо этой точки вы подставляете свой аргумент, тот многочлен, которому вы применяете дельта. То есть дельта от какого-то многочлена H будет равно якобиан F1 Fn-1 H. На всякий случай я напомню, может быть я так обозначал матрицу якоби, сейчас я буду так обозначать якобиан, в смысле определитель. То есть это определитель матрицы якобы, то есть вот у меня есть матрица dF1 по dx1, dFn-1 по dxn-1, dH по dx1, ну и так дальше dF1 по dx1, и так далее dH по dx1. И вот определение всего этого делал, и это напрасно. Ну давайте разберемся, что же у нас получилось. У нас получилась всякая функция, которая по многочлену H, который мы туда подставляем, получает сумму снова многочлен, потому что определитель этого добра является многочлен. Определитель матрицы, которая состоит из многочлен. Хорошо, но у этого дела есть какие-то свойства, а именно, ну можно просто разложить этот определитель по последнему столбцу. И надо понимать, что вот это вот все добро, вот то, что написано кроме последнего столбца. У нас F1 и Fn-1 это какие-то конкретно, честно выбранные уже фиксированные многочлены. Поэтому их частные признаки, это тоже некоторые фиксированные многочлены. Таким образом, когда я разложу по последнему столбцу, у меня получится какая-то такая штука. Какой-то многочлен G1 умножить на DH по DX1 плюс G2 умножить на DH по DX1 плюс Gn на DH по DX1. И это все дело равняется Δ . Ну это как раз то, что было на юбинах лекциях. Вот так записывается произвольное дифференцирование вот в таком виде. А значит, наше Δ это не просто какое-то отображение. То есть у нас получилось, что это отображение из кольца многочленов от амперии. Такое, что Δ на самом деле это дифференцирование. То есть оно удовлетворяет тождеству лекции, правилу лекции. По поводу локальной гипотентности тут как повезет. Иногда для некоторых F1Fm-1 это будет локальное гипотентное дифференцирование, иногда нет. Давайте я приведу какие-нибудь парочку примеров, когда да и когда нет. Ну, простенькие совсем примеры для двух переменных. Давайте первый пример это будет, когда у меня две переменные, мне нужно только одну F1 взять и ставить. Давайте я возьму вот это, теперь n равно 2. Переменный XY и F1 будет равно X. Что тогда у меня получится? У меня получится, что Δ от H это ЕКВА. Это определитель dx по dx, которые равны единичке конечка. dx по... вечный мой вопрос, как писать матрицу и копия, но я вроде... Я думаю, до этого по-другому писал. До этого по-другому писал. Давайте по-другому ЕКВА написать. Значит, я по строкам, у меня меняются F-ки, да? Значит, тут должно быть dH по dx. Кричка привыкла. Д... на всякий случай, все понимают, что транспонирование определительно не меняется, поэтому это не будет. dY по dx, который равняется 0, и тут dH по dy. Собственно, получаем 2 трансформа. Там dx по dy, кажется. А на отметке 2,1 там dx по dy. 2,1. dx по dy выбрал. Но все равно это 0. Тут 0. Ну, значит, определительно, это просто произведение вот этого. Тут единичка, и значит, это будет dH по dy. Таким образом, вот это вот ЕКВАНное дифференцирование, когда мы берем в качестве единственного F, которое нам нужно, x, получается частная производная по y. Ну, и оно локальный котел. Если вы понимаете. Ну, и другой примерчик, аналогичный, тут у меня уже не умеется, но переведу куда-нибудь. Заключается в том, что давайте возьмем в качестве F1 x,y произведение. Собственно, вычисления примерно те же. Дельта от h равняется, ЕКВАН, x,y,h, равняется... Почему мы тут? Давайте как-то побыстрее, чтобы у меня уместилось. dx,y по dx. dx,y по dx – это y. Внизу, dx,y по dy – это x. Ну, идут dh по dx и dh по dy. Что у меня в итоге получается? Я вот здесь напишу. получается y на dh по dy, плюс x на минус x, на dh по dx. И это не локальное патентное дифференцирование. Опять-таки, мне кажется, примерно такой же пример был у Юли. Ну, например, куда он переводит y? dx по dx – 0, а dy по dy – это 1, поэтому y переходит в y. Ну и, конечно, никакой локальной патентности нет. Если какая-то функция стоит на месте, то она никогда в 0 и не придет. Таким образом, гигабиальное дифференцирование может оказаться локально-гипотетным, может оказаться нелокально-гипотетным. Ну, в общем, ситуация опять неясная, но и все-таки она пригодится. Но, что важно, давайте я вернусь к нашей ситуации. Я зря ее стер, но я ее помню и постановлю. Итак, у нас есть две переменные x и y. И мы рассматриваем автоморфизм, давайте я его как-нибудь скажу, в фи назначу. x переходит в f от x, y переходит в g от x. А давайте теперь я рассмотрю якобиальное дифференцирование с f. То есть, там я рассматривал, ну, в случае двух переменных, у меня был какой-то многощин of 1, и я его брал произвольно. А теперь я хочу взять его не произвольно, но вот конкретно тем многощином, который у меня получается в качестве образа первых переменных. Вопрос, может быть, кто-то понимает, получится локальная ипотентная или не получится? Ну, может быть, я преждевременно спросил, а как проверить? Давайте я скажу, что получится локальная ипотенция. Как проверить, что получится локальная ипотенция? Ну, как мы обычно проверяем, локальная ипотенция с дифференцией. Образующих. Образующих у нас какие есть? Давайте я еще раз напишу тут сакральный фраз. А именно, k от x, y равняется k от f, g. Есть, конечно, образующие x и y, но они плохо связаны с моими f, и мне будет сложно проверить, что на этих образующих у меня локальная ипотенция. А вот на этих образующих я сейчас проверю. Поэтому я буду проверить, что от f будет локальная ипотенция, и от g будет локальная ипотенция. Этого мне достаточно, потому что это образующие моя. Прекрасно. Ну давайте разберемся. Чему будет равно дельта от f, которая есть егобиан от f, . Чуть поворачиваемся. Нулю. Нулю, конечно. Матрица, у которой, трудно сказать, столбцы или столбцы, по моему обозначению столбцы одинаковые. Так или иначе, это матрица с нулевым определителем. А чему равно дельта от g, которая есть егобиан от f, g? Это мы с вами в прошлый раз обсуждаем. Что? Константы. Константы. Какой-то ненулевой константы. Потому что это автоморфизм. И автоморфизм, у него матрица и копия, она с определителем ненулевой константы. Поэтому это вот какая-то ненулевая константа. Ну, ничего страшного, что она ненулевая. На следующем этапе все-таки будет уже ноль. Потому что, если я подставлю в дельта константы, то конечно же равно нулю, потому что частные производные этой константы будут нулевые, и у меня получается матрица с нулевым столбцом. Таким образом, от f прям сразу получился ноль, от g на втором шаге получился ноль, а значит, да, это локальный ипотерный дефекции. Итак, у нас пока что идет расширение в ширь, и может показаться, что какой-то хаус, в смысле того, что мы взяли автоморфизмы, к ним приделали многоугольники Ньютона, к ним приделали сейчас локальный ипотерный дефекции, но сейчас мы начнем все это дело собирать вместе, но еще один шаг, сейчас мы еще к многоугольнику Ньютона приделаем груду и губку. Давайте этим занимаемся. Итак, я рассмотрю нашу плоскость. Я напомню, что мы сопоставили целочисленным точкам вот в этой первой четверти. Сейчас я не буду пытаться рассматривать общий случай. В принципе, я работаю с n равно 2. Итак, у меня две перемены, x и y, и пока что, по сути дела, на протяжении оставшихся лекций, по сути дела, будет ровно n. Итак, n равно 2. И мы сопоставили целочисленную точку в нашем положительном октанте маном. Ну, то есть, точки с координатами A, B мы сопоставляем им маномчик x в степени A, y в степени A. Ну, вот так вот мы строили многоугольник Ньютона с помощью такого соответствия. А давайте теперь сделаем следующее. Мы выберем некую прямую. В принципе, прямую можно выбирать более-менее в произвольном направлении, но мне будет нужна прямая, которая идет слева-сверху, вправо-вниз. Причем эта прямая, она должна быть с опциональным углом наклона, то есть она должна проходить через какие-то целые точки. Ну, давайте пусть она, например, проходит через точку, какую-нибудь, скажем, тут A нулевое, ну, лучше какие-то другие буквы. Давайте тут будет B, а тут будет B. Итак, вот взял такую прямую, которая проходит через вот эти точки. Идея заключается в следующем. Давайте мы устроим такую грунтуировку вдоль этой прямой. А именно, сейчас я более чем-то скажу формулой, но я как-то пытаюсь на картинке это сказать. Может случиться, что это пояснит дело, а может случиться, что только запутает, потом я выпишу четвертую формулу. Итак, хочу все целые точки на моей плоскости, ну, в частном случае, вот в этой четверти, разбить на следующую. Ну, то есть я хочу провести кучу прямых параллельных моих через все возможные целые точки. И занумеровать эти прямые. Вот это будет нулевая, прямая, вот это будет первая, вторая, третья, четвертая, пятая и так далее. И я утверждаю, что можно так провести много, ну, четное множество прямых, то есть натуральные числые и так далее, то есть и попасть во все целые точки. Ну, если чуть более формальной формулами, давайте мы припишем следующую вещь, а именно я припишу маномчику x в степени a, y в степени b, я припишу некую степень. И она у меня будет равна следующая. Я хочу, чтобы вот здесь у меня получился 0. Значит, она будет равна u на a минус p на b, правильно, где я занумеровал. Давайте сообразим. Я хочу, чтобы здесь это было 0, это правда. Здесь чему это будет равно? Ну, давайте на точке 1, 0. Я хочу, чтобы такая штука не менялась вдоль моего направления. У меня не очень хорошо с энергетической геметрией, но я надеюсь, что это будет правильно. Так. Прямая qA плюс pQx плюс py равняется константе. Она ведь идёт ровно вот в моём направлении, правильно? Сейчас я соображу, когда у меня, скажем, я подставляю x равняется p, а это 0, у меня получается p. Да, да, всё правильно. Отлично. Идём. Там точно не плюсы? Там плюсы, да. Правда. Я здесь поставил плюсы, а там поставил ж. Идём. Так. Давайте обсудим, что произошло. Итак, я приписал некое число любому моному. Число это явно натуральное, ну либо 0 для всех моих элементов первой части. Для всех мономов, ну в общем для всех мономов, у всех мономов а и b не отрицательные, и вот эта штука будет не отрицательной. У меня q не отрицательная, q положительная и q положительная. Итак, у меня получается, что к каждому мономчику сопоставлена не отрицательная степень. И легко сообразить, что это действительно градуировка. Сейчас, точнее, сейчас я введу градуировку основу на этом деле. Давайте я напомню определение, которое я добавил у. Я сейчас собираюсь ввести z-рубировку на кольце многощинов от двух передних. Что это такое? Это значит, что мое кольцо многощинов k от x и b равняется прямой сумме от пространств a и b, где i принадлежит z. В целом числом. Причем эти, значит, давайте я напишу a и t под пространство. Причем должно выполняться следующее. a и t умножить на а жит. Это умножение я имею ввиду, что, не знаю, как вы его понимали, но а нужно достаточно просто. Лежит внутри а и плюс. Что я пытался сказать? Иногда понимается умножение как множество всех произведений, элемент отсюда и элемент отсюда, а иногда как их линейная комбинация. Но, по-моему, Юля проговаривала, давайте я еще раз проговорю, что поскольку все аиты являются линейными пространствами, то это вообще не важно. Можно понимать в данном контексте как просто любой элемент отсюда умножить на любой элемент отсюда попадает туда. Более того, очевидно, что достаточно это проверять на базисных элементах. Если я для базиса пространства аида проверю, что любой базисный элемент отсюда умножить на любой базисный элемент отсюда попадает сюда, то этого будет достаточно в силу того, что все три являются линейными пространствами. Так вот, это определение Z-грудировки, а теперь введем нашу Z-грудировку. А Z-грудировка вот такая. Давайте мы скажем, что A и T равняется линейной оболочке X в степени A, Y в степени B, где степень вот этого оболочка равняется I. То есть смотрите, что я сделал. Ну тут сейчас я не соображу, и это не очень важно. Насколько правда, что у меня там будет первая компонента, может быть там первой не будет, там сразу будет третья, может быть там не все числа появятся, но не важно. В общем, я вот так залиновал с помощью своих предметов и говорю, что давайте все монолочки, которые попали там на прямую, у которой степень равняется K, я их линейную оболочку возьму в качестве АХ. Вот это будет единственный монолочек, который, тут стоит единичка уже, да, то есть это точка 0, 0, которая X в степени 0, Y в степени 0, и ее линейная оболочка, это будет А. Таким образом у меня получилось, что в моем K от XY есть А0, которая равняется линейной оболочке единички, одномерная, плюс положительные. А1 плюс А2 плюс К, то есть в смысле отрицательные они все, ну пустые векторные пространства не бывают, они все нулевые. Потому что у меня нет монолочек с отрицательной степенью, у меня все монолочки складываются. Таким образом, градуировка, тут плюс кружочки, градуировка, по сути дела, не отрицательная часть. Ну, по идее, должна стоять группа, поэтому мы пишем Z, но, в общем, не нулевые компоненты, только у не отрицательной части. Более того, все эти компоненты конечномерны, как это несложно видеть, потому что мы вот монолочек, которые попали на эту прямую, видим конечную часть. Давайте проверим, что это градуировка действительно. Ну, это совсем просто. Что нужно проверить? Проверить нужно, собственно, ну, видно, что АИ-то это пространство, да? Ну, просто я по определению не брал, а как линейная оболочка, значит это пространство. Довольно таки понятно, что k от xy это прямая сумма этих АИ-то. Ну, потому что любой монолочек у меня попал в какое-то АИ-то. И поэтому прямая сумма, ну, во-первых, они не пересекаются, действительно образуют прямую сумму, потому что каждый монолочек попал ровно в одно АИ-то, у него четко определенная история. А с другой стороны, каждый монолочек, каждый базисный вектор, он попал в какое-то АИ-то, значит, каждый базисный вектор k от xy попал в какое-то из-под пространства, значит, действительно прямая сумма даст все. Я сейчас, ну, не прям суперформально проговариваю, это понятно, видео надо как-то более аккуратно объяснить. Понятно? Так, что еще дальше хотел сказать? Да, надо проверить вот это. Ну, давайте честно проверим это, в общем. Не сложно. Я сказал, что достаточно проверять на базисных элементах. А какие тут базисные элементы? Вот по-новому. То есть я беру x в степени А, y в степени В такое, что его степень равняется И. То есть, а степень это у меня qA плюс pB, и это равняется И. И беру другой монолочек, x в степени С, y в степени D, где qA плюс pD равняется J. А теперь я их перемножаю. У меня получается x в степени А плюс С, y в степени В плюс D, если перемножить эти два монолочек. Ну и какая же степень будет у этого монолочка? Она будет равна qA плюс C плюс P на B плюс D. Раскрываем скобки, и получается, что это равняется qA плюс pB плюс qC плюс pD, то есть равняется И плюс G. Таким образом, эта степень, она действительно не зря находится степенью, она удовлетворяет основному свойству, что если я перемножил два элемента, то степени сложились. Ну и это, в общем, ровно проверка вот этой же. Таким образом, у меня есть градуировка, если я выбрал вот направление своей прямой, если я выбрал pQ, то я получил z-гадуировку, причем с неотрицательной градуировкой. Не нолевый компонент. Я как-то сейчас, честно говоря, сам о нем очень довольно немножко сумбодно рассказал, поэтому давайте я проконтролирую, всем ли все понятно или надо как-то... Все, теперь не прям сразу вообще все, но мы начинаем собирать наши понятия. Значит, какие у нас получились игроки в нашей ситуации? Это автоморфизм, это якобианное дифференцирование, в котором мы проверили, что оно локальное и патентное. Это вот многоугольник Ньютона и градуировка. Давайте соединим градуировку и локальное и патентное дифференцирование. Отчасти вам Юля кое-что рассказала, но сейчас мы продвинемся чуть-чуть подальше. Итак, давайте допустим... В принципе, может быть сейчас я какой-нибудь общей ситуации чуть-чуть... чуть более общей перейду. Сейчас даже совершенно не важно, что у меня алгебра многочленов там от двух переменных или какая-нибудь другая алгебра. Есть у меня алгебра z-грубировки. Она равняется... Прямая сумма аиток и принадлежит z. И вот, собственно, эта грубировка, то есть аиток и ажитое, лежит в аи-житое. И есть дифференцирование δ, в принципе, не обязательно локальное и патентное, можно и для произвольного дифференцирования ввести это понятие, на алгебре. Повторю то определение, которое было у Юли. Дельта называется 1. Если... Тут я невнимательно слышал Юлию, есть вариации на этот счет, но давайте я сейчас дам некое определение, вы не скажете, это было или нет. Если для любого i существует такое k, что δ от всего аиток попадает внутрь ak. Такое было определение или нет? Может быть нет? Нет. А было такое? Образ однородного элемента однородного? Да. Ну, это почти то же самое, на что я сказал, но я сказал чуть более... Как это сказать... Чуть более... Больше потребовал. А именно я потребовал, чтобы образ однородного элемента был однородным, но они все еще в одну и ту же компонент не попадали. Ну, вообще давайте хорошо, давайте я напишу так, что для любого f принадлежит аитово, существует k такое, что δ от f принадлежит а. Вот, теперь я совпал с Юлией. Итак, я беру любой однородный элемент, его образ δ от f должен попасть тоже в какую-то из моих компонентов, то есть тоже должен быть однородный. Ну и некое утверждение, опять-таки вопрос к вам, было ли оно у Юлия, кажется, что было. Подтверждение говорит следующее, что существует такое целое число, давайте я его обозначу e. Не самое логичное, да, e. Ну, все-таки давайте принято для степени. Итак, существует e, целое число, такое, что для любого f, принадлежащего, ну, для любого i, и для любого f, принадлежащего a item, у нас выполнено следующее. δ от f принадлежит a i плюс e. Это было или нет? То есть, на самом деле, однородный переход в однородный, но они не могут переходить а бы как, и они обязательно смещаются на какой-то определенный добавок градуирующий вот этому градуировку. Прекрасно. Ну и теперь, собственно, давайте введем следующее дополнительное соображение. Давайте скажем следующее. Пусть алгебра a конечнопорожденная. Ну, конечнопорожденная, да, у нее есть конечное число образующих, которыми она порождена как алгебра, то есть эти образующие можно складывать, умножать, ну, константами, ну, либо. Тогда для любого δ дифференцирования, а, да, ну, и существует z-годировка на a. То есть мы находимся в предыдущей ситуации, у нас фиксирована z-годировка, но еще важное дополнение, что a, конечно, поражает, без этого будет нехорошо. Для любого дифференцирования существуют такие однородные дифференцирования δL, δL плюс 1 и так далее, δK. Значит, такие, что, давайте вот это вот E мы будем обозначать степень нашего дифференцирования δ, вот здесь. Итак, если δ однородная, то степень его это будет E. Вот то, насколько сдвигается. Так вот, существуют такие однородные дифференцирования δL, δK. Значит, степень δJ равняется J. Такие, что δ равняется сумма по J от L до K δJ. Сейчас как-то формально написал, давайте я человеческим языком объясню. Утверждается, что любое дифференцирование можно разложить в сумму однородных, в конечную сумму однородных. Для того, чтобы сумма была конечной, мы добавили вот это вот прекрасное условие «конечная рожденность». Доказательство. Доказательство следующее, собственно, а давайте посмотрим, в принципе, куда может, насколько может сдвигаться степень однородного речи, и это при применении моего дифференцирования. То есть давайте я фиксирую, сначала я фиксирую какие-нибудь А1 и так далее, АНД. Это образующая алгебра А. И давайте я возьму δ . И у меня еще не занято церковь. Извините. О, как я сказал. Следующая фраза. Давайте я скажу следующее. Можно считать, что АИТЫ однородные. То есть АИТЫ лежит в А большом, давайте я какой-нибудь обозначу там, не знаю, β под И. Ну, в общем, найдется какое-то такое число, что АИТЫ там лежит. Давайте я спрошу, чтобы проконтролировать так, кто понимает, почему можно так считать. Ну, это неправда. В смысле, если я возьму какую-то систему образующих, то, вообще говоря, она будет не однородной. Но ее можно сделать. Какие-нибудь? Каждый элемент можно разложить в сумму однородных. И если у вас каждый элемент есть сумма однородных, то давайте я возьму большую систему, которая будет содержать все эти слагаемые. И тогда, конечно же, моя система будет выражаться через ту, а значит, все будет выражаться через ту систему. То есть, если я каждое АИТЫ возьму, разложу в сумму АИТЫ, где это будет однородным, то дальше я возьму именно вот эти штуки в качестве образующих. Таким образом, действительно, я дальше считаю, что все АИТЫ были однородными. Ну, и вот введу такое обозначение β от И для того индекса, в котором, собственно, лежит АИТЫ. Окей, а теперь давайте я рассмотрю Δ от АИТЫ. Δ от АИТЫ – это некий элемент алгебры АА. Ну, есть два варианта. Либо он нулевой, тогда мне это не очень важно, но потом разберемся с этим делом. Либо он не нулевая, а любой ненулевой элемент можно разложить в сумму однородных. Таким образом, Δ от АИТЫ равняется сумма каких-то однородных элементов ВИЖ. Значит, ВИЖ для однородных. И давайте я посмотрю, в каких компонентах у меня лежат ВИЖ. Значит, я собираюсь посмотреть на отклонения от β от И. Ну, то есть, скажу следующее, что вот эта сумма, допустим, вот эти вот ВИЖ, они, самый маленький предлежал элементу Аβ от И. Ох, чисел надо много. Скажем, плюс γ от И. А самый большой предлежал Аβ от И плюс… какие еще есть греческие буквы? Ну пусть будет α. Итак. Ну, я не говорю, что γ и α, они положительные, они какие-то ценные. Может быть, нулевые, может быть, одинаковые, если тут получился однородный элемент. Но так или иначе, я могу δ от АИТов разложить по аналогам и посмотреть, ну, если у меня АИТа лежала, например, в третьей компоненте, а мои товарищи разложились от минус пятой компоненты до седьмой, то тогда минимальный сбег будет минус восемь, а максимальный плюс четыре. Нет, три товарища. Ну, не очень понятно, зачем я это делаю, но все равно, если я стартовал с третьей компоненты, а образ, это значит, вот сюда принадлежало АИТ, а δ от АИТ у меня раскладывается от минус пятой до седьмой, то тогда у меня получится, что в моих значениях β от И равняется три, γ от И это будет минус восемь, а альфа от И это четыре. Прекрасно, так я сделаю с каждым И, то есть вот для каждого образующего я посмотрю на то, как вообще все происходит, насколько у меня может сдвинуться компоненты относительно того, что было. Ну и легкое утверждение говорит, что... А теперь давайте я возьму произвольный элемент. Возьму элемент какой-то произвольный А лежит в А большом. Я утверждаю, что рассмотрим дельта А. Давайте возьму произвольный обнородный А принадлежит некому А, житому. Я рассмотрю следующую штуку. Обозначу γ, это будет минимум всех γ по всем И, а α это будет максимум всех αИТ по всем И. Итак, γ это был минимальный компонент, и вот среди них я беру минимум, а α это была максимальность β, среди них я беру максимум. И, значит, я утверждаю, что если я беру однородный элемент А из Аж, то тогда дельта от А, ну, безусловно, это будет какая-то сумма однородных элементов, но, в общем, она будет, опять-таки, разлагаться по однородному, от Аж плюс γ до Аж плюс А. Итак, чего я хочу сделать? Я хочу как-то ограничить то, насколько у меня вообще может сдвигаться вот эта вот степень при дифференцировании. Я взял сначала образующие обнородные элементы, посмотрел на то, сколько она сдвигается на каждом из этих образующих. И теперь я утверждаю, что для любого элемента она сдвигается, ну, не больше, чем на максимум здесь, и не больше, чем на минимум здесь. Такой, может быть, диапазон чуть-чуть расширится, но всё равно он такой вполне конечный, и вот за это дело этого диапазона мы не выйдем. Доказательство. Вот, вот это доказательство. А доказательство, в общем-то, заключается в применении тождества Лейбенца. Ну, утверждается следующее, а кто такой А? А это многочлен от А1 и так далее Аката. Любой элемент моей А при этом многочлен от образующих. Здорово. А теперь давайте скажем, что многочлен это, вообще говоря, сумма с какими-то коэффициентами их степеней. А1 в степени буквы заканчиваются, что там ещё есть? r1 и так далее, а mt в степени rmt. Давайте разберёмся с одним слонаром. Что будет, когда я применю Δ к а1 r1 и так далее, а mt rmt? Сейчас мне очень хочется сэкономить на том, чтобы записывать, как-то проговорить словами, но ни в коем случае не хочется потерять понимание. Давайте попробуем. Итак, когда я применяю Δ к некому произведению, что у меня вообще происходит по правилам лейбенца. Дифференцируется один из множителей, а всё остальное остаётся как было. То есть это будет опять-таки сумма каких-то там rst на a1 в степени r1, а st в степени rst минус 1 и так далее, а mt в степени rmt. Как-то так. То есть вот я одну s-тую штуку продифференцировал, тут возник коэффициент, который не важен, ну там, да. И, собственно, суммирование по всем. Теперь давайте оценим, насколько у меня в область двинутся степи при дифференцировании вот этого элементика. Ну что тут произошло? Ничего не менялось, только одно a st заменилось на Δ от a st. За счёт этого у меня и происходит сдвиг степи. А когда a st заменяю на Δ от a st, ну, в общем-то, происходит вот то, что происходит вот здесь. То есть степень могла возрасти не больше, чем на α, и она могла, так сказать, возрасти не меньше, чем на γ. А значит, вот, каждое из этих слагаемых, оно, в общем-то, в нашем диапазоне, оно от... То есть если вот это вот Добро в а у меня было в а житом, то вот в каждой из этих слагаемых... Смотрите, если у меня а был в а житом, то каждый вот такой маномочек, он тоже был в а житом, потому что сумма однородных элементов бывает однородных, только если они все одинаковые степени. Таким образом, вот в каждой маномочек он был в а житом, значит, я взял элемент из а житома, убрал у него одно a st, это правило Δ от a st, и всё это дело у меня разложилось от аж-гамма до аж-а. Так, всем ли всё понятно или надо что-то повторить? Я не понял, почему мы суммируем? Мы диференцируем 1, 1, 2... Здесь суммируем по s от 1 до m. Ну, когда я диференцирую, я могу первый диференцировать, второй диференцировать, m-то диференцировать, и там получится сумма. Производное от произведения, это я должен один элемент диференцировать, остальные оставить как было, и всё это дело просто суммирую. Сейчас давайте напишу. Если у меня f1, fk, то я беру штрих, то это будет, давайте сначала с двух, fg' это будет f'g плюс g'f. Одно диференцироваю, остальное оставляю. Но если у меня много, я всё равно одно диференцироваю, остальное оставляю, будет много слов. Вот за счёт этого является сумма. Ну просто я не очень понял, что мы делаем, фиксируем однопеременные, и для складного произведения однопеременные остальное. Или что мы делаем? Нет, смотри, за счёт. Я диференцирую сейчас примерно 3, да? К... А, может быть, в этом? Непонятно. Давайте я аккуратнее распишу. Здесь просто очень много растений, и не неправильно ли это. Да, 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 да. Сейчас, наверное, я должен был написать это, может быть, это действительно не очень ясно. Если я беру, применяю дифференцирование какому-то многочлену от а1, а1, n, n. Я утверждаю, что результат этого дела будет равен следующему. Он будет равен df по dA1 умножить на δA1 и так далее, плюс и так далее, плюс df по dA1 умножить на δA1. Это следует без правильного репутса. Этого не было? На Юлию и Львенцову? Я такого не помню. Если он готов проверить, а потом проверить. Ну, я это применяю к манамочку, да? Давайте я аккуратнее распишу в частном случае манамочку. В принципе, правильная форма была. Давайте я применю к A1 в степени r1 и так далее. а mt в степени r1. Что это будет? Фух. Значит, правило не было своё. Выделяем вот это, слагаемое на вот это. Значит, я утверждаю, что это будет δA1 в степени r1 умножить на A2 в степени r2, а mt в степени r1, плюс A1 в степени r1 умножить на δA2 в степени r2, а mt в степени r1. Давайте разберёмся, что такое δA1 в степени r1. Собственно, разбиваем, это у меня δA1 умножить на A1 в степени r1 минус 1. Это будет равно δA1 умножить на A1 в степени r1, плюс A1 на δA1 в степени r1 минус 1. Ну, тут потихонечку отщепляем по одному, и в итоге это равняется r1 на A1 в степени r1 минус 1 умножить на δA1. Этим образом мы разберёмся с этим слагами. Ну, а с этим слагами мы примерно то же самое, только на 1 меньше. И в итоге всё это дело у нас получится сумма по s от 1 до m, тут надо взять все в тех же самых степенях, только если уменьшится на 1, и умножится на δA. Спасибо вам. Ну, не очень строго, но дальше, если что-то делать. Вот. Ну, в общем, так или иначе, давайте я буду считать, если вдруг с этим техническим моментом проблемы будут, можно будет как-то в личной беседе обсудить это дело. Так или иначе, я буду считать, что доказано, что если у меня каждая АИТО смещается от альфа-ИТО до альфа-ИТО, лучше было вот сначала вот здесь написать альфа-ИТО, а здесь гамма-ИТО, если гамма-ИТО это минимум, а альфа-ИТО это максимум. То тогда для каждого однородного оно смещается от минимума, от минимума гамма до максимума альфа-ИТО. Почему там конечно означает, что альфа-ИТО и гамма-ИТО конечны? Здесь альфа-ИТО и гамма-ИТО конечны за счет того, что каждый элемент раскладывается в конечную сумму однородных по определению прямой суммы. Прямая сумма это, там каждый элемент все-таки это конечная сумма. А вот для того, чтобы сказать, что альфа-ИТО и гамма нам конечны, нужно, чтобы у нас было конечное число образующих. И вот для этого мы добавили понятие условия конечной порожденности, чтобы этих было конечным, и тогда минимум из каждого конечного. Итак, ну а теперь собственно делаем следующее. Давайте скажем такую штуку. Значит, наша цель в принципе доказать вот это, по-моему, что любое дифференцирование разлагается в конечную сумму однородных. Давайте просто определим таким образом, что должно делать однородное дифференцирование? Оно должно сдвигать на свою степень груду и рост. А вот давайте сделаем следующее. Посмотрим на образ нашего дифференцирования, разложим его в сумму однородных и выберем тот, который сдвигается именно на столько, и скажем, что этому и равно дельта-ИТО. То есть если у меня есть дельта, то я скажу, что дельта-ИТО определено в следующем вопросе. Я беру однородный элемент А из АЖ, я применяю к нему дельта. Вообще говоря, вот этот элемент перестает быть однородным, а дальше я выбираю нужную компоненту. А нужная компонента это у меня что? Это была житая компонента, и теперь я хочу взять смещенную на I. То есть вот у этой штуки я выбираю I плюс житую компоненту. Вот такой индекс, это означает, что я беру ту компоненту, которая... Вот эта вот штука разлагается по однородным, и я беру I плюс житый. Возможно, нулевую, если этой компоненты не было у дельта-ИТО. Понятно, да? Проверью, что дельта-ИТО это... Итак, вложенное утверждение. Отверждается, что дельта-ИТО это дифференцирует. Итак, если дельта-ИТО это дифференцирует, то дельта-ИТО это тоже дифференцирует. Почему это правда? Доказательство. Ну чего тут хочется сказать? Что такое дифференциальный определение? Это линейное отображение, которое доказает правду действий. Будет ли Δi линейным отображением? Ну смотрите, Δ это линейное отображение, а потом я беру некий проект. Ну так или иначе, у меня, по-моему, линейное отображение. Проверяем правила линейности. Правила линейности говорит следующее, что мне нужно взять... Да, тут надо сказать, что я, безусловно, не очень здорово делаю, но я кое-что прогматриваю. Я определяю сейчас на однородных элементах своих Δi. Дифференцирование должно быть определено и на неоднородных. Но на неоднородных элементах я его определяю так, чтобы все было хорошо по линейности. То есть, если у меня есть сумма двух однородных, вообще говоря, разных, то я определю дельтоиды, ну как на их сумме, как сумму от одного и одного. В общем, тут можно сообразить, что достаточно проверить правила линейницы только на однородных элементах. Достаточно. проверить правила линейницы только на однородных элементах. В принципе, ну как, давайте я тут скажу, что это упражнение объяснить, что это действительно достаточно, что действительно Δi это у меня линейная штука, что правила линейности на неоднородных элементах, следует из правила линейности на однородных. Это скучновато, поэтому я сейчас не хочу прямо выписывать. Вроде не сложно и скучновато, но было бы здорово, если вы там не чувствуете этого сразу, то, пожалуйста, проверьте. Можно потом обговорить, если не получится. Так вот, давайте я проверю правила линейности на однородных элементах, а именно скажу следующее. Давайте я возьму А из Ажитого, Б из Ажитого и посмотрю на то, что такое дельтоиды от АВ. Дельтоиды от АВ по определению, это у меня Дельта от АВ, и дальше, собственно, И плюс К, Ж плюс К. АВ у меня в Ж плюс К, при умножении складывается, это равно, ну что такое Дельта от АВ, я знаю, Дельта дифференцирование, оно удовлетворяет точность Улебница, это равняется А на Дельта от В, Ж плюс К, плюс Б на Дельта от А, Ж, И плюс Ж плюс К, а это И плюс Ж плюс К. Мне придется берите мне другую дождь. Ну а дальше все понятно. А у меня однородное в степени Ж. Значит, получается, что... Значит, вот это все дело равно. Если А однородное в степени Ж, то А на Дельта от В в степени И плюс Ж плюс К, это все равно, что А умножить на Дельта от В в степени А у меня в степени Ж, значит, тут получается И плюс К. Аналогично Б на Дельта от А, И плюс Ж плюс К, это за счет того, что Б у меня К в компоненте, значит, получается, плюс Б на Дельта от А, и Дельта от А, его надо отставить, собственно, И плюс Ж. Ну а вот эта штука просто по определению, поскольку Б на Дельта от А, то вот эта штука это Дельта от А, поскольку А уже умножить. И значит, мы проверили то же самое для однородных элементов. Ну вот, все остальное в качестве упражнения не остальное. Ну и я утверждаю, что мы наконец доказали вот это вот утверждение. А именно, что у нас происходит? У нас происходит следующее. У нас есть дифференцирование Дельта. Мы определяем Дельта от А вот так. В принципе, после этого понятно, что... Что понятно? Сейчас. Я умыщусь. Утверждается, что Дельта есть сумма Дельта от А. Ну, в самом деле, что такое Дельта от А? Это вот вы взяли образ при Дельта, и потом взяли его одну компоненту. Но если я возьму все компоненты и потом их сложу, то у меня получится ровно Дельта от А. Тут что-то не хватает Дельты от А. Итак, я утверждаю, что если я возьму сумму всех Дельта идых от А, то я получу ровно Дельта от А, потому что это будет сумма всех его однородных компонентов. С другой стороны, вот то, что мы тут, в принципе, внутренне долго доказывали про конечность, оно заключается в том, что вот этих вот сдвигов может быть конечным числом. А, значит, вот эта сумма, она будет конечной. Тут не может быть бесконечного количества слагаемых. Она будет какая-то конечная, и, собственно, вот это ровно то, что мы хотели бы сказать. Ясно? Фух. Значит, в итоге мы справились с вот этим утверждением. И еще одно утверждение, которое связывает грандуевку и аналогные динфинциды, мы пока не потеряли динфинциды. Что-то я как-то не слишком тороплюсь, а надо бы торопиться. И вот припишу к тому. Итак, у нас есть дифференцирование. Мы его умеем разлагать теперь в сумму 1-2. Теорема. Теорема говорит следующее, что если Δ это локальный патентный динфинцид, то крайние компоненты, у меня тут G от L до K, соответственно, что ΔL и ΔK тоже локальный патентный динфинцид. Это такая забавная теорема. А именно получается следующая штука. Что если вы возьмете локальный патентный дифференцирование, разложите его в сумму обнародных дифференцирований, то крайние компоненты будут локальным патентным. Средние компоненты, причем не обязаны быть локальным патентным, они могут быть просто дифференцированными. А вот крайние монеты сильно будут по локальному категорику. Ну, хотелось бы, наверное, пример привлечать, доказать. Давайте пример по локальному категорику. Правда, я его не подготовил, и поэтому мне надо будет чуть-чуть подумать. Я какое-то искусство еще, например, придумал. Наверное, он получится. Я сейчас попробую сделать следующее. Я возьму k и припишу x и y нестандартной степени, а именно у x будет степень 1, а у y будет степень минус 1. Ну, вот захотелось. Но, в принципе, после этого я могу сделать градуировку. Опять, все маномочки одной степени я возьму в линейную оболочку. Правда, тут уже компоненты будут не конечномерные. Скажем, нулевая компонента, это все, что всем назначением от x умножить на y, да? x умножить на y, она в степени 0. И поэтому x, y в квадрате, она тоже в степени 0. Вот все вот эти вот не будут. Ну, так или иначе, у меня получится некая груды. Что дальше хочется сказать? Давайте возьмем следующий дифференцизм. Дельта я сейчас хочу сделать так, чтобы от x плюс y, оно равнялось, например, 2, а дельта от x минус y, оно равняется 0. Надеюсь, что сейчас получится. Ну, явно локальный потенцизм. Потому что x плюс y и x минус y, это у меня тоже образующие мои алгебры, и на них все хорошо. Это сразу 0, это на стороне шаги. Давайте теперь я попытаюсь разложить в сумму однородных. Что тут можно сказать? Давайте я выделю, что такое дельта от x. Дельта от x, это у меня что такое вообще? Одна вторая, да? Дельта от y, тоже будет одна вторая. Скажите, чему у меня равно альфа и чему у меня равно ганна, судя по всему? x и y, это однородные образующие. Насколько у меня может получаться степень, а насколько у меня может понижаться степень? Ну, образующие. x у меня в какой степени? Единичка, да? А какой степени она вторая? Ну, нулевую. Пропорционально, по-моему, x, это не 0, y, это не 0. Значит, тут из первой степени стало нулевую. y у меня в степени минус 1, и тут в степени 0. Тут из минус первой степени стало нулевую. А значит, у меня гамма равняется минус 1, потому что вот здесь у меня понижается степень на единичку. А альфа в этом случае равняется плюсу. Ну и на самом деле у меня ничего не получилось. Пример плохой. Ну, в смысле, я проиллюстрировал альфа и гамма, но тут у меня будет сумма ровно двух компонентов, и это не здорово. Пример неудачный. Ладно, я потом приведу примерчик на то, чтобы средние компоненты были неуравно. Давайте я докажу, что я имею. И там-то я... Ничего не может быть вообще. Итак, доказательства теории. Доказательство очень простое, а именно... Мы скажем следующее. Возьмем многочерк f. Ну, не многочерк, а элемент а давайте. Примерим к нему много раз дельту. Ну, скажем, что дельта в степени n от а равняется нульку, потому что дельта это у меня все-таки локальный неподъектный эффект. Тогда я утверждаю, что а у меня лежит в следующем пространстве. Дельта, которая начнут на а, дельта от а, дельта в квадрате от а, и так далее, дельта в степени m-1а. И мы с позором его стираем, чтобы он вам ничего не показал. Так, а теперь давайте посмотрим на следующую вещь. Давайте посмотрим на то, как расписываются вот эти вот дельта от а, дельта в квадрате от а, и так далее. Дальше. Значит, что такое у меня дельта? Дельта это сумма жи от l до k, дельта в житое. Я возьму а какую-нибудь. Давайте я возьму а в а житое. В а. С так далее. Однородный элемент. Если я проверю, что на нем мои дельта-житое являются, дельта-каты и дельта-элитры являются локальными патентами, то мне этого будет достаточно на однородных проверях, на однородные образования. Давайте скажем, что посмотрим на дельта в квадрате от а. Чего это будет такое? Это будет сумма по жи от l до k, дельта-житое, от сумма по жи от l до k, дельта, лучше я тут не по жи, а по комнате и скажу, дельта-итое, и все это дело от а. Он просто расписал аккуратно, что такое дельта. Ну а теперь давайте сообразим. Дельта-итое это однородное дифференцирование. Оно из АС-дова переводит нас в АС-плюс-итое. Дальше, дельта-житое это однородное дифференцирование, которое из АС-плюс-итое переводит в АС-плюс-житое. То есть вот это вот все дело, если я распишу, ну просто честно раскрою скобочки, то это будет сумма по i и жи от l до k, дельта-житое от дельта-итое от а, оно принадлежит АС-плюс-и-плюс-житое. Ну а теперь давайте сообразим вот это АС-плюс-жи-плюс-итое, в каких пределах оно варьируется. Ну совершенно понятно, что АС-плюс-жи-плюс-итое, оно варьируется в пределах от С-плюс-два-l, это будет самое маленькое, что может быть, если я взял два раза самый маленький компонент. И до С-плюс-два-к, когда я взял два раза больших. Более того, кто у меня попадет в С-плюс-два-l компоненту? Только одно вспомогаемое, а именно дельта-эльта в квадрате от А. Только это попадет вот сюда. А вот сюда попадет тоже только одно вспомогаемое, а именно дельта-катая в квадрате от А. Дальше я взвожу дельта в квадрате. Наверное, мне вот эту пространство даже не нужно, потому что я взял. Я взвожу в квадрате. Что у меня происходит в квадрате в квадрате? А сюда попадет С-плюс-3a, и сюда попадет только одна компонента дельта в квадрате от А. И так дальше будет, да? Понятно. Но рано или поздно у меня дельта в квадрате от А равняется 0. Но дельта в квадрате от А, оно получается следующее. Оно у меня разбросано по каким-то компонентам от С-плюс-мк до С-плюс-мк. И вот здесь у меня лежит дельта в квадрате от А, а вот здесь у меня лежит дельта квадрате от А. Согласны? Но если у меня некий элемент равен нулю, то все его однородные компоненты равны нулю. А значит, вот это равно нулю, и вот это тоже равняется нулю. Ну а это то, что мы хотели доказать. Это дельта в квадрате от А в какой-то степени, ну собственно, в той же самой степени равно нулю. А это дельта квадрате от А в той же самой степени равно нулю. Тут ситуация такая, что каждый раз, вот вы взяли это А, и вы делаете разброс. Дальше вы снова делаете разброс. Из каждой из этих. Вот в какую-то среднюю точку вы можете попасть очень многими путями. Вы можете пойти вот как-то так, вы можете пойти как-то так, и тут трудно проследить, что получится. Когда получится некая сумма, с которой непонятно что делать. А вот в крайние компоненты вы можете проходить только по одному пути. Что в эту, что в эту. И значит, вот здесь вы все время шли по дельта квадрате, здесь вы шли по дельта н, в итоге все компоненты равны нулю, и отсюда следует, что дельта квадрате в какой-то степени равны нулю, и дельта н дельта в какой-то степени тоже равны нулю. Так, ну и у меня остается минус одна минута на то, чтобы хоть что-то сказать про нашу ситуацию, а то я тут как-либо этими ничькими вещами сегодня занимался. Идея заключается в следующем. Вот я сейчас в середине расскажу, давайте я вечером расскажу все-таки более аккуратно, что тут происходит с многобольниками Ньютона. Но идея заключается в следующем. Вы берете ваш многоугольник Ньютона, ну, где-то со сельноточек. Вы проводите такую, как это сказать, не касательную, так сказать многоугольник, слово касательное не совсем правильно, опорную прямую, которая имеет, давайте следующую. Пусть, то есть многоугольник Ньютон он такой, у него точно есть вот эта вершина. Пусть многоугольник Ньютона F не треугольник. Причем не треугольник, если не треугольник, как бы я заказывал, с вот такой стороны и вот такой стороны. Я утверждаю, что тогда можно найти опорную прямую, проходящую через вершину, проходящую через вершину. Что я имею в виду? Вот у меня есть многобольник Ньютон. Я смогу провести вот такую прямую, такая, чтобы она проходила через вершину этого многобольника, весь он лежал с одной стороны. Я причем прямую хочу провести в такую, какую я проводил. Вот здесь будет у меня P, вот здесь будет Q. Грубо говоря, я делаю следующее. Я беру далеко где-то с любым наклоном прямую и начинаю ее так сдвигать, 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 пока у меня не получится, что она коснулась наконец-то многому углу. Как она может коснуться его? Либо это вершина, и тогда я говорю, ура, у меня получилось, либо по какой-то стороне вашего наклона. Я думаю, она выпуклой. Два раза не может получиться. Поэтому либо вершина, либо сторона. Но если она коснулась постороннее, значит я не очень удачный наклон взял. Я давайте изначально возьму такой наклон, который не совпадает с наклоном ни одной стороны. Поскольку у меня наклон с бесконечное количество, а сторон с бесконечное количество, значит я могу так сделать. И вот я возьму такой наклон, который не совпадает ни одной из сторон, и начну его двигать-двигать-двигать, и рано или поздно у меня получится ровно по вершине. Это не гарантирует, что по икону два сетки? Что это не гарантирует? Не гарантирует, что по икону два сетки? Ну, в общем, это не важно. Мне нужно, чтобы моя прямая была с рациональным наклоном. В смысле, что некая параллельная ей проходила бы через услуги. Я беру вот такую прямую, по икону бесконечное количество, поэтому я могу как-то ее фиксировать, чтобы не параллельно сдвигать. Да, я, в принципе, в случае треугольника так могу сделать, но я хочу, чтобы у меня получилась вершина, которая не лежит на осях. То есть если у меня треугольник, то, собственно, вариантов тут немного. Либо я коснусь стороны, либо я коснусь только этой вершинки, да, конечно, так я могу примерить, такую вот прямую. И тогда у меня будет только вот эта вершинка. Либо я коснусь вот этой вершинке. А в любом другом случае я могу коснуться вершинки, которая не лежит на сторонах. Так, мне пора запускать Антона. Давайте я прям в двух словах наносирую, или я повторю вот где-то на следующей лекции речи сегодня. А именно утверждается следующая штука. Если я коснулся, пусть в вершинке, ну, даже неважно в какое множество. Вот у меня был многощен f. Я из него могу сделать многощен f с чертой. f с чертой это сделаем следующее. Все коэффициенты при всех маномчиков, кроме тех, которые лежат на моей прямой, вот я коснулся, беру вот эту вот самую большую компоненту f с чертой. С точки зрения моей гравировки это однородная компонента с самой большой степенью. И вот ее я оставляю, а все остальное убираю. То есть все коэффициенты, которые маномчиков, которые не попали на мою прямую, я просто отнуляю. Так вот, утверждается, что если я возьму декабиальное дифференцирование для f, и возьму декабиальное дифференцирование для f, то они связаны с следующим образом. А именно, если я возьму вот это вот дифференцирование и разложу его в сумму однородную, то вот это будет самый большой ее компонент. Ну, самый. То есть если вот это вот я разложу как-то сумму по L от J от L до K дельта житых, то вот это вот будет дельта карта. И поскольку вот это вот, мы уже доказали, что оно локально не патентное, отсюда будет следовать, что вот это тоже локально не патентное. А после этого можно будет объяснить, что вот такая ситуация невозможна, и значит у нас получится треугольчик. Ну, в общем, дальше я расскажу вечером все. Ну, как бы, я просто, чтобы за всей этой техникой мы хоть как-то видели цель, цель заключается в следующем. Чтобы рассмотреть якобиальное дифференцирование относительно многочлена f, который у нас получился при автоморфизме, взять его в старшую компанию, которая будет соответствовать именно этому f-чертуру, и проанализировать, что когда оно может быть локально или патентным. Вот окажется, что оно вам может быть локально и патентным только в случае, когда многоголин Ньютон очень хороший, переголин с хорошим. Все, тогда встречи все вечером и до дела.